В Ак-Тубе за пропаганду терроризма к длительным срокам заключения приговорили троих мужчин. Жители районного центра Шалкар через ватсап и социальные сети распространяли тексты радикального толка. Осужденные вину признали и даже раскаялись. Явление это стало настолько распространенным, что бороться с экстремизмом решили даже артисты. Эльмира Ержанова расскажет подробнее. Трое подсудимых из Шалкара. Их задержали незадолго до терактов в Ак-Тубе по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. Они распространяли в соцсетях и через мессенджер тексты, призывающие к джихаду. 38-летний Турибай Мажитов, отец семерых детей, осмотрщик вагонов, на железной дороге получил 8 лет лишения свободы. Аналогичный срок будет отбывать и 27-летний безработный и холостой Ирхожа Амангосов. 6,5 лет проведет за решеткой отец четверых детей, инженер-технолог Мирамбек Турганбаев. Его адвокат просил смягчить приговор, так как в семье Турганбаева скоро ожидается рождение пятого ребенка. Защита строится на том, что мужчина всего лишь читал, копировал тексты и пересылал их в группу WhatsApp. И сегодня же его коллега отклонил апелляцию адвокатов другой группы осужденных. 12 мужчин были задержаны по дороге в Сирию. Они собирались воевать на стороне Даиш. Все получили сроки от 6 до 8 лет. А это репетиция в областном Октябрьском театре. Молодая женщина подверглась влиянию своего супруга, которого уже завербовали террористы. Теперь для них даже родная мать – враг и грешница. Актер Кенецкий Малбаев признается, что ему некомфортно в этой роли. Мне очень не по себе, когда я произношу идеи радикалов на сцене. Боюсь прогневить Всевышнего. Костюмами для актеров станут хиджабы, тюбетейки и короткие штаны. Их еще не сшили. Так что придется репетировать в том, что было под рукой. Мужчин, участвующих в постановке, попросили отрастить бороды. Но если не успеют, гримеры их просто приклеят. В драмтеатре не исключают, что их зрителями могут стать и сами экстремисты. Поэтому вполне возможно, что меры безопасности будут повышенными. Нужно противостоять этому явлению. Мы не должны допустить, чтобы зло постучалось к нам в дверь, искажало нашу жизнь, настраивало нас друг против друга. Эльмира Эржанова, Сылхам Бекенов, Инфорум-бюро, Актубе.